ко мне на установку попал вот такой вот гусеничный мотопривод для снегоката моторчик двухтактный 52 кубика написано хопер какое-то название даже есть бмп состоит он из рамы в эту раму сделана гусеница посмотрим по внимательней гусеницу гусеница от мотособаки или от бурана гусеница здесь стоит разрезанная вот этой стороны она нормальная а вот с этой стороны она порезанная брали большую гусеницу широкую и разрезали на такую узенькую отрезали определенную длину гусеницы и соединяли вот она соединение соединена на три скобочки 1 как бы штатная в этом месте должна должна стоять в этом в окне и 2 просто так еще добавлены кто не знал вот в этих вот местах в этих гусеницах идет стекло пруток прочный вот он как раз тут отпилен в этом месте наверное он пополам а так пилился скреплялся ну вот здесь вот видно кусочек а тут вроде тоже до вдоль вот так распилился и соединялся внутри два колеса от мотобуксировщика гусянка приводится в движение от двигателя через цепную передачу сейчас я кожух откручу и посмотрим цепочка здесь с шагом 8 миллиметров такая же как я использовал на мото велосипеде и мотоприводе на инвалидное кресло звезда тоже стандартная и здесь тоже стандартно редуктор здесь стоит 15 так говорится один к пяти в народе на самом деле он 1 и 4 с половиной как-то так редукция звездочка стандартная здесь она 17 зубов стоит и тут тоже сколько-то зубов рама вырезана на типового станке все красивенько тут такие портики приварены натяжка этой цепи производится натяжка редуктора редуктор здесь на прорези стоит отвинчиваем винты и поднимаем и натягивается цепь сколько надо гусеница тоже натягивается здесь вот на этом валу сделаны натяжники и нужно подтягивать гусеницу сейчас она вроде в норме если подергать гусеницу видим что вал здесь со звездой не вращается не вращается потому что тут наверно резьба да тут рассматривается резьба и нужно чтобы это втулка с резьбой закрутилась то есть если подальше покрутить гусянку вот все на сцепилась ну резьба закрутилась и теперь будет крутиться двигатель двухтактный 52 кубика двигатель крепится к редуктору четырьмя болтами там центробежное сцепление бачок есть зазор бачок не задевает но от двигателя идет кишка в ней тросик и провода и вот такая ручка газа она предназначена чтобы прикручивать и круглому рулю вот изгибы видно и здесь же есть кнопочка включения выключения зажигания глушение двигателя не зажигания и вот здесь провода надо подключить к этому выключателю крепится на руль и все едем держим держимся за руль и газуем газульку газуем газульку и видно что карбюраторе там что-то дергается на карбюраторе как обычно есть воздушная заслонка винт холостого хода есть и винт регулировки качества смеси или смеси и снизу весь такой насосик передней части приставки есть трубочка эту трубочку вставляется вот такие вот зажимчики двух сторон эти зажимчики крепляются вот за эти трубы снегоката но это низкий снегокат надо высокий приводной вал установлен с подшипником вот он здесь есть а ведомый передний вал он без подшипника тут просто трубочка в этой трубочке вал вот он цепляется за натяжники и все то есть получается трубочка по валу сквозит эта конструкция предназначена для таких небольших покатушек вряд ли с ним что-то будет но нас времени будет скажи изнашиваться но я думаю она долго постоит если еще и маслом подмазывать там то еще дольше прицепил эту приставочку к снегокату но снегокат низкий задняя часть лишь она сильно поднята на верхняя тоже земли не касается на одной передней только упирается передняя лыжа упирается и гусеница только и все вот это все воздухе висит два в два хомута за эти трубы зацепил и все можно немножко вверх поднять но тут совсем немножко это никакого толку не даст нужно искать снегокат с высоким сиденьем а таких нету снегокатов есть целая куча но они все с низким сиденьем нужно установить эту приставку вот этот снегокат будут переделать сиденье чтобы она была повыше но вот эти вот штуки тут удлиняться трубочки это место будет повыше передняя часть вот эти трубы там от пилю их переверну они будут вот так вот и сюда на как бы вверх будет изгиб и эта приставочка куда хорошо подойдет вот такой снегокат был и вот такой снегокат получился наживил хомуты за две трубы теперь вправо влево чуть-чуть центруем двигатель чтобы стоял по центру затягиваем фиксирующие болты и чтобы гусянка хорошо цепляла не буксовала нужно заднюю часть снегохода немножко приподнять относительно гусянки сантиметра на 2 на сейчас подниму не зафиксирует не стал поднимать сначала заставил все на одном уровне посмотрим как она так ты а потом уж будем поднимать тут она немножко качается и возможно вес двигателя будет давить на гусянку и может он поедет нужно протянуть ручку газа не нибудь снизу и прикрепить к рулю на улице как раз нападал первый снежок надо его испытать какой в этом году хороший или не очень паре грудил ручку газа курок и кнопочку здесь поставил все на одном болту крепится надо подвязать шланг тросиком и проводами чтобы он нигде не мешался и нигде не перетирался заливаем бензин бензин разбавлены с маслом для двухтактных двигателей чтобы удобнее было заливать делаем вот так двигатель новый еще не обкатан и поэтому смесь я добавлю еще немножко масло чуть чуть что было побольше чуть-чуть масло теперь можно попробовать запустить и Работает. Теперь нужно испытывать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выяснилось, что немножко гусянка подбуксовывает. Сейчас она поставлена ровно. Ее нужно немножко опустить вниз, чтобы на нее больше давления было. Немножечко приподнял. Теперь он даже вот так вот сшатается. И теперь должен получше ехать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Олежка испытал эту тележку. И могу сказать, что она едет для детей, для покатушек. Это отличная штука получилась. Снегокат только под нее желательно брать высокий, ну, на низкий она просто не встанет. И чтоб руль был велосипедного типа, а не такой, с этим не очень удобно ездить. И ручку газа тут не очень удобно ставить. Стал осматривать и заметил, что вот эта труба вылетела, а болт на месте вылетела, потому что я, наверное, ее не до конца вставил, и болт не попал в отверстие. А я думаю, почему он так криво стоял. Ну, ладно, сейчас исправим. Крепежи к трубе. Это, видимо, крепежи руля от какой-то техники. Я подумал, что их хорошо будет использовать для креплений мотоприводов инвалидных кресел. Вот вместо таких вот самодельных штук, вот в это место их я самодельные делал, а сюда можно вот этот крепежик поставить, и он будет аккуратный. И не надо будет возиться вот с этими креплениями. Варить гаечки тут, мелочок вот эту всякую. Чтобы ездить взрослым людям, вот эта спинка не нужна, я ее вот так вот делаю, и она не мешается. А чтоб малыши катались, им удобнее, наверное, будет со спинкой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Классно! Увидимся! Молодец. Да! Призтивливайся, да?! Да! Давай покатайтесь еще. Продолжение следует...